Сейчас такой небольшой экспромчик, который я тут организовал в переписке с одним из людей, кого я увидел в зале. Я бы хотел попросить Илью Шадрикова тоже. Буквально, Илья, полторы-две минутки тебе. Это тоже, на мой взгляд, тот же самый пример человека, идущего от своей боли, но реально решающего очень масштабно эти вопросы. Да, коллеги, здравствуйте. Хотел сказать по выступлению предыдущего своего коллеги. Тот же самый путь, но я стал депутатом. Начинал работу с детьми, принял комплекс, еще служа в одном из спецподразделений Федеральной службы безопасности, совмещая работу. Но у нас основы спорта это единоборство. И начали детей завлекать. Дети занимались абсолютно бесплатно несколько лет. Приняли помещение за счет своих средств, все это отремонтировали. Обратили внимание на нас только тогда, когда у нас при клубе есть музыкальная группа, она в стиле хип-хоп поет про патриотику. Вышел гимн клуба Яропол в 2014 году, Крым присоединили, после этого начали обращать внимание. Постепенно, поэтапно начали выстраивать отношения с муниципалитетом. Но я считаю, наверное, это нормальная практика. Когда человек приходит, у него есть на бумаге, вот у меня есть идея. С одной стороны, ведь администрация ведь тоже должна понимать и посмотреть, что это за идея. А вдруг у него только будет 10-15 человек заниматься. На данный момент мы действительно разрослись и уже делаем федеральные проекты. После того, как начал поддерживать наше место администрации, это Красногорск Московской области, потом правительство Московской области. Последние два года мы тесно работаем с Министерством спорта Российской Федерации, который уже два раза, два года подряд нам выделяет грант. И если вы обратите внимание, у нас есть такой проект, он уже федеральный, в 20 регионах в этом году мы провели. Это массовое обливание в цитах российского флага в канун Дня Защитника Отечества. Это произошло, у нас 2,5 тысячи человек одновременно облилось. Делаем очень много и я стараюсь со своей командой все это продвигать. И если кто-то из регионов, из коллег заинтересуется нашим мероприятием, я знаю, здесь сидит Министерство Бурятии, которое уже пятое мероприятие с нами делает. А фишка наших мероприятий это именно телемост. А одновременно прохождение мероприятий, несмотря на часовые пояса, несмотря на погодные условия. Если вот видите, даже в зоне СВО у нас десантники обливались. То есть в каком-то регионе минус 20, в каком-то плюс 11, как в Крыму. Ну, я так, экспромтом поддержать. Илья, спасибо большое. Этот экспромт очень в точку. И спасибо за вашу работу. Сказали про Бурятию, действительно приятно. Министр спорта у нас, Иван Козырев, здесь. Спасибо, что поддерживаете такие проекты, которые, надо сказать, имейте в виду, Ивану не за что отчитаться в этом проекте. Здесь нет какого-то показателя госпрограммы или чего-то иного. Но это вопрос того, что такие проекты тоже могут получить административную, информационную, иную какую-то организационную поддержку.